На внутреннюю базу мы вот сделали 200 тысяч, но они все чистые. Как выглядит онлайн-школа барабанов? В моей квартире там напротив штор. Заработали 600 тысяч, да, и ты дальше познакомилась с Алексеем. У Алексея уже была онлайн-школа на этот момент, и результат получается... Полтора миллиона, да, где-то. Написала скрипт там и продалась там сразу как-то на 150 тысяч. Ребят, привет! У нас в гостях Мария и Алексей. Это онлайн-школа парикмахеров и онлайн-школа барабанов. На онлайн-школе барабанов результат за сколько месяцев? Ну, 4-5 месяцев. За 4-5 месяцев 600 тысяч, да. Онлайн-школа парикмахеров уже существует около года, да, и результат получается полтора миллиона. Полтора миллиона, да, где-то. Ну, интересно, помучает ребят, как у них все это получилось. Они у нас пара, познакомились на почве онлайн-образования, да, я так понимаю. Ну, начнем, наверное, с Маши, потому что Маша, которая участвовала в «Акселераторе». Сколько времени у тебя ушло до результата? И были ли до того, как ты начала делать онлайн-школу барабанов, какие-то неуспешные запуски и так далее? То есть, когда ты заступила в «Акселератор»? В «Акселератор» я пришла в мае 2018 года. С каким бэкграундом? Практически ни с каким. То есть, в феврале, я сказала, я увидела вас с Дмитрием на форуме «Трансформация». Мне так понравилась история, там, вот, девушки с пряниками. Я подумала, блин, ну, если пряники продаются, почему бы барабана нет? Ну, барабаны – это офлайн-проект, собственно, там, это сеть барабанов школы. Я подумала, ну, почему бы нам тоже не попробовать? И, собственно, мы просто, ну, с основателем вот школы, с Антоном, ну, сказал, Антон, давай что-нибудь, какой курс можно придумать? Он такой, ну, давай, там, координацию. Был ли у тебя опыт в бизнесе? Мне уже стало легче психологически, я решилась в начале года, вот, в январе как раз и ушла. Ну, то есть, ты работала в офисе до этого? Да, я работала. А был ли опыт именно руководящей должности какой-то? Ну, у меня было несколько, там, подчиненок, да, в последнее время, но не какой-то, там, сумасшедший руководящий опыт. Но был опыт, скажем так, понимания системы, потому что я всегда работала в очень крупных российских и западных компаниях. И это, ну, понятие какой-то системы у меня было в голове. Ну, все равно, по сути, в феврале ты заступила в такую, в сферу предпринимательства, то есть, ты стала предпринимателем. Да, но у меня, конечно, немножко такое безопасное предпринимательство было, потому что у меня был основной, скажем так, заказчик, такой стабильный, да, с которым я сотручил. Но это уже был не офис, это уже была другая ответственность. А почему, почему заказчик был? Ну, потому что я вот как раз и запартнерилась вот с сетью музыкальных барабанных школ, собственно, и там я, ну, то есть, я там была далека от влайн-образования, я сама по финансисту образования. А ты была с ними, с фрилансером? Да, ну, я не фрилансером была, скажем так, я пришла, как зашла, там, партнер, который поставил на ноги финансы. А, да. И потом ты предложила им делать там ноги в школу по барабану? Да, ну, я, как бы, мне нравятся все темы, я увидела эту тему, мне, ну, финансы мне уже поднадоели изрядно, там, ну, у меня была все-таки цель развиваться в какой-то другой сфере, а не просто там делать то, что я очень хорошо умею делать. И когда я увидела это, мне, в принципе, нравится онлайн-автоматизация, я там сама программирую, там, эксель, это все мое. И вот что касается там онлайна, мне это очень нравится, потому что я не очень люблю с людьми общаться, вот, там, сотрудники, офис, я прям столько этого наелась, что мне очень не хотелось. Вот, и, соответственно, когда я услышала, там, мне, видимо, это как-то совпало с моей потребностью, там, на форуме, я стала прям эту тему как-то изучать. В феврале ты заступила, это твой первый был проект, да, в рамках экселя? Ну, не феврале, в феврале я первый раз услышала, наверное, в марте-апреле мы сделали первый курс. А, ты в мае начала, ты в мае начала в экселе учиться? Ребят, ну, купите, вот, ну, примерно это так было, и там 16 человек по 1000 рублей купили, и мы такие думали, блин, нифига себе, классно. Если же так на коленке сработало. Ну, да, 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 и потом, как бы, мы поняли, что это продается, и там уже я пошла учиться. Ну, то есть, по сути, ты, как бы, уже, да, зашла с пониманием того, что это работает. Ну, да. И вот с мая как развивался проект, то есть, в каком месяце уже получился какой-то более-менее результат? Как раз, наверное, в мае получился уже первый такой результат. То есть, сразу же? Ну, да, в апреле я уже стала как-то сама что-то, какую-то информацию там, наверное, заработали, ну, там, 1040. Потом в мае мы уже там один курс подключили, второй как бы подключили, ну, он еще не был записан, естественно, ничего. На внутреннюю базу мы вот сделали 200 тысяч, но они все чистые практически были, потому что там, ну, у нас даже, в принципе, там, оператор стоил мало, потому что он там наши какие-то внутренние мероприятия снимал, и мы его там просто зацепили еще на онлайн. Поэтому они практически все были чистыми. А дальше потом трафик включали? Мы пробовали один месяц включать трафик, да, на внешних, сделали, наверное, провели вебинар, 3 живых где-то, может, 4, 3-4 живых вебинара, сделали, наверное, около 100 тысяч, там, потратили 1040 на трафик. Ну, было интересно, ну, как-то вот, не знаю, все равно было понимание, что у нас все равно большая собственная база. И как-то мы еще на нее не научились там продавать нормально, ее монетизировать, как-то идти. И вы продолжили на базу? Да, мы продолжили, да, на внутреннюю базу. И больше не делали попыток на трафик? Больше не делали. Ну, есть еще там были определенные причины, потому что, ну, все-таки там Антон, мой партнер, да, по этому онлайн-проекту, основной собственник оффлайн-бизнеса, и он просто, ну, как бы, ну, сделал выбор энергию переключить все-таки на оффлайн в какой-то момент, потому что, ну, вот там франшизные сейчас города развиваются, и там открылось 10 филиалов, вот, ну, это очень круто, очень классный проект, и просто сейчас, ну, действительно, у него не хватает энергии пока. И, то есть, у нас есть договоренность, что мы еще вернемся, вернемся, вернемся к этому, но пока там просто, ну, пока расставляет приоритеты в эту сторону. Как выглядит онлайн-школа барабанов? То есть, как это обучать барабанов в онлайне? Ну, я, честно говоря, когда, в принципе, даже в оффлайн пришла, я не понимала, что такое барабаны, вот, ну, вообще, в принципе, далека там от музыки, от всего этого. Но в любой теме просто можно разобраться, для меня это такая же система, ну, просто есть там, скажем так, ноты. А как человек покупает барабаны, ему говорят там... Ну, в основном мы сделали два курса, конечно, уже для барабанщиков. То есть, наша была цель допродать какой-то продукт уже существующей базы. Они уже учатся на барабанах, да, и мы даем продукт, который улучшает их какое-то знание, улучшает навык. Мы придумали, собственно, два продукта. Один краткосрочный, такой интенсив по координации. Ну, для барабанщика самый сложный, ну, такой самый сложный навык, это как раз левая нога, правая, там уже все конечности задействуя в разных как-то там... Ну, это сложно достаточно. Мы сделали там двухнедельный интенсив, но я как раз, я делала этот продукт, когда зашла в акселераторы. Я, собственно, смотрела, как там устроен интенсив в акселераторе и как-то пыталась гемификацию похожую внедрить, там еще что-то сделать. И очень классно зашел. Ну, то есть, люди были прям счастливы. Ну, мы, конечно, очень задешево его продали, первый поток, потому что мы не понимали, что мы сделаем в итоге. Нам казалось, ну, подумаешь, там какая-то там ерунда. Но они просто были счастливы. Мы продали его за тысячу рублей, первый поток. Только там зашло человек сорок у него. И они прям вообще там просто были счастливы. Они писали отзывы, как это классно, какие мы молодцы. Но я его еще сама курировала. Ну, у меня там есть ассистент, но я... Потом дальше ты подняла цены? Да, потом дальше мы подняли цены. Сначала там до двух тысяч. Ну, последние там потоки уже четыре с половиной где-то продавался. Ну, это, конечно, уже сложнее продавать. Уже действительно нужно продавать. Так как первый поток он практически на автомате продался. Ну, дальше уже нужно продавать было, включаться это уже было сложнее. И здесь, конечно, энергия чуть-чуть упала. Сделали ли вы в итоге автовэп или это были живые все? Скажем так, это настолько была теплая и лояльная база наших существующих клиентов, что там не нужны были такие активные продажи с точки зрения вебинара. И вебинар только там несколько было живых, где Антон там сказал. А дальше мы уже, скажем так, на сарафанном радио по базе по e-mail рассылке продавали. Просто имея курс. Мне там нравится связка продюсер-эксперт. И вот когда появляются какие-то деньги, и тем более, что там вебинар сработал, продукт понравился, да, все понравилось. Вы даже попробовали на холодную аудиторию, у вас получилось, да, 40 к 100. Это, ну, в принципе, хорошая статистика. Тем более, что 100 зашло в течение какого времени после вебинара? Ну, в течение 100 тысяч вебинаров, ну, там, вот с этих трех вебинаров. Ну, сколько это время? Ну, три недели. Да, три недели. Просто надо понимать, что в онлайн-школах средний цикл сделки где-то примерно, там, полтора-два месяца. Это когда ты работаешь уже на большом трафике. И можно ожидать, что в первые две недели зайдет этот процентов 30, а еще процентов 70 за счет зайдет в течение еще полутора месяцев. То есть это значит, что, скорее всего, вот эти 100 тысяч, они попали в разряд, там, первых 40-50 процентов. Значит, вы еще могли 100 тысяч заработать еще, продавая еще, там, месяц-полтора-два. Понимаешь? Я понимаю, ну, это просто важно. Мы были довольны. Мы, на самом деле, мы там, два у нас даже были, два продажи самых там больших пакетов за 20 тысяч, которые мы просто придумали. Нет, я к чему говорю, потому что ты можешь докрутить, ну, даже же сейчас, докрутить вот эту барабанную школу до момента автовебинар плюс отдел продаж и сделать ее системной без Антона. С одной стороны, да, но с другой стороны, здесь у нас просто еще на какой-то момент мы обсуждали, и здесь есть одна такая, какая-то этическая штука, которую мы не смогли разрешить, потому что сейчас развиваются франшизные филиалы, и они развиваются по всей стране. И мы поняли в какой-то момент, что оффлайн может конкурировать с онлайном. Какие-то люди могли купить онлайн и не пойти учиться к нашим франшизе. Это не есть хорошо, ну, это конкуренция внутри собственной компании. Ну, это Антон так сказал, да? Ну, как бы... Просто интересно, я такой чисто из нашего опыта, да, вот мы запродюсировали вот Александра Высоцкого, да, у которого... Он, кстати, Антон учился. Оффлайн, и у него не было онлайна. Да. И, по сути, вот мы сейчас там порядка 13-14 миллионов делаем по месяцу, там, да, прошло где-то 3-4 месяца с момента запуска, и у него оффлайн растет и онлайн растет. Ну... И вот онлайн-продажи, они как бы добавились к оффлайн, они не повредили онлайн-продажи. Ну, это очень странно, потому что вот как раз Антон, он учился у Высоцкого, скажем так, ну, в Москве я знаю это франшизе Высоцкого, и в тот момент, когда вы зашли с этим проектом, как раз франшизе Высоцкого, они откололись от него и сказали, что мы больше не будем сотрудничать. Именно из-за того, что... Ну, они побоялись, что он... Я знаю, мы все эти истории участвовали, да. Да, поэтому как бы еще на этой, кстати, на этом фоне тоже мы подумали, что может такое быть. Они побоялись, но Высоцкий, как компания, он в итоге стал только больше. Ну, то есть, и оффлайн у него не упало. Безусловно, я думаю, это еще не конец, и здесь, может, там, я не настолько еще сильна, да, чтобы сказать, я все вберу в свои руки, да, там, и все там сделаю без тебя. Мне все-таки его поддержка на том этапе была важна. Когда ты получаешь какой-то результат в онлайн-школе, вот только что это, я недавно беседовал с другой нашей резидентшей, и она говорит, вот я делаю онлайн-школу, ну вот там, и у нее там стабильно где-то сейчас 1300, что ли, по месяцу. Она говорит, ну вот, мне не очень там хочется ее продолжать, не хочется другую нишу. И, ну, я, я сидел, объяснял, что вот тот результат, который ты получил, он очень, ну, ценен и важен. И нельзя обесценивать тот результат, который был. И вот если ты в какую-то нишу зашел и делаешь на ней какой-то вот результат более-менее стабильный, то не стоит просто так обрубать и не продолжать дальше. Стоит поставить в Project Manager такую-то небольшую команду и стабильно хотя бы там 1100-150 там уже с этой командой вытаскивать. Ну, я согласна, здесь, безусловно, мое какое-то упущение, потому что я немножко переключилась. Точно можно было бы там 100-150 делать там на текущей базе, тем более у нас сейчас развивается. Ну, даже не на базе, на трафике. Ну, или на трафике, ну, просто у нас сейчас еще настолько много городов уже стало. И на текущей базе с бесплатного трафика это точно можно делать. Просто нужно, ну, как бы, это такая же... А, ты, конечно, который ты хочешь органически разоставить? Да, да, но это уже, скажем так, не совсем стандартная воронка, которая там, ну, акселератор, да, предлагает. Потому что, мне кажется, в автовебы здесь уже не зайдут, потому что понятно, что это не живой будет вебинар. И это уже такая тема... Да нет, ну, автовебы заходят на любую аудиторию. Какая разница? То есть, автовеб — это просто способ конвертировать аудиторию и, ну, ознакомить ее с твоим продуктами и все. Ну, а не будет негатива с точки зрения, когда люди поймут, что это... Ну, у нас негатива не было ни в одной нише, ни у кого в итоге. Даже если люди понимают, ну, как бы все равно негатива нет, потому что, если контент там хороший, если качество хорошее, там, ну, хорошо доносится информация, то негатива нет. Ну, да, возможно. Вы там заработали 600 тысяч, да, и ты дальше познакомилась с Алексеем, и вы переключились на школу другую уже, парикмахера. Ну, не то, что я прям вообще там переключилась, то есть, я веду еще, какие-то там продажи есть, там, и в школе, да, ну, вял текущие такие, не то, что я прям взяла и переключилась, ну, как-то там логически собой. Ну, честно, моя личная рекомендация из опыта, у меня был разный предпринимательский опыт, было, когда я оставлял бизнес, потому что, типа, там, мне надоедало, там, мне было энергии и так далее. А потом уже я к ним, например, возвращался, то есть, я заходил в какую-то новую нишу, которая меня зажигала, там какие-то были сложности, и потом я приходил старое восстанавливать, потому что все-таки, ну, это был доход. И я в итоге пришел к пониманию такому, это мои личные инсайты, ну, инсайты моих тоже друзей, которые проходили через много проектов, что все-таки где-то закрепился, даже если заниматься там не сильно зажигает, можно поставить управляющую компанию, команду, и там, ну, это все развивается само собой. И на проекты, которые там, ну, не очень зажигают, один час в месяц можно тратить время на управление, и проект будет жить и развиваться. Окей, дальше вы, собственно, объединились, да, история, там, следующий виток истории. У Алексея уже была онлайн-школа на этот момент, да? Ну, я, наверное, расскажу, да, предысторию. Да у нас вообще все круто было. Ну, да, круто. Бизнесовую программу проходили, там было задание, там, Леша, познакомиться с несколькими людьми, которые там воронками, там, что-то могут подсказать или еще что-то. Я в то время уже там... Это был какой месяц? Это июнь, наверное, июнь, 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 июнь этого года. У тебя были барабаны в разгаре. У меня барабаны, я тогда сендлер, цепочку настроила прямо сама, и я прям чувствовала себя таким асом. Ну, и потом как-то мы стали общаться, и они проводили вебинар как раз. Проводили вебинар, я его посмотрела. Ну, меня первое, что удивило, что он там, типа, 50 минут или час длился. И вебинар был такой, что они так разговаривали там о чем-то, ну, они еще такие друзья с экспертом, и в конце продающая часть звучала так. Ну, ребят, это стоит столько, покупайте, ну, пока. Ну, примерно так. Мы думали, почему нет продать? Ну, в смысле, как они были, но там в очень маленькой конверсии. Да, и я как бы, я сказала, Леша, вы не продаете, вы... Ну, я вот это говорю, вы вообще не продаете. У меня было такое возмущение, то есть я уже понимала примерно, как там устроено, да, и что значит продающая часть вебинара там как-то важно. Я говорю, вы же не продаете. Ну, они плакали, что там, вот, там, парикмахеры ничего не понимают, не хотят. Ну, продукты у них, ну, реально продукты очень классные. А вот эти парикмахеры, они ничего не понимают, учиться не хотят. Я говорю, не продаете, не покупают. За половину октября мы переупаковали курс. Раньше он у нас стоил, там, 3 900, и сейчас это стандарт 10 тысяч и бизнес, типа, 17. Мы потом с вами пообщаемся и поднимем цены раз в 10. Ну, да, и тогда было такое ощущение, что никто не будет покупать за 17 тысяч, так кому это надо. Мы взяли человека, который нам написал всю эту структуру, там, прописали, порепетировали, прочее. Сделали там продающую часть размером, там, контентную часть, контентную часть интересная. И вот провели первый вебинар, и человек за 17 тысяч купил суббинар, и мы такие, типа, почему мы не делали так раньше? В прошлом декабре мы продали 67 курсов, там, что-то типа по 3 500, и такие 200 тысяч заработали. А тут вот как бы 20 продали, там, типа, 15 по 10 купила, там, и 5 по 16, 17 тысяч. Получается, еще больше заработали, а меньше работы вообще. И очень круто. Мы пришли к тому, что вот в нише профессии, ну, и у нас одна из таких самых часто запускаемых направлений, сейчас запускаемых ниш, это направление профессии. И мы пришли к тому, что в профессиях, конечно, средний чек должен быть, там, 60-100. Сейчас получается, там, оборот где-то около 300, да, я так понимаю? Да, у нас сейчас самая большая проблема в том, что трафик мы уже более-менее научились делать. Откуда делаете трафик? Сейчас с Инстаграм. Вы калайки не делаете? Вот, делаете, да. А вы кладете трафик? У нас получается так, что за счет того, что год было, и я там вначале, когда мы начинали, подключил все эти метрики и прочее, вот просто на автомате. И, ну, добралось большое количество информации, и просто... И был такой инсайт прикольный, то, что я думал, сейчас я там, я посмотрел кучу, там, обучающих уроков в интернете, я умею настраивать рекламу, и у меня не выходило меньше, там, 150, чтобы человек на вебинар просто, там, зарегистрировался, не говоря уже о том, что дошел. Маша дала мне номер телефона, телефон парня из Белоруссии, я ему просто позвонил, он говорит, сейчас я за ночь что-нибудь сделаю, и сделал за ночь нам что-то там, типа, 60 или 50 лидов, там, по 20 рублей, вот, на вебинар, и это было просто открытием, ну, вот, мы до сих пор работаем. Еще инсайт, что не надо делать самим то, что мы некомпетентны. Сейчас очень большая проблема с продажниками, отваливаются, как бы, ну, короче, вот, набираем команды именно продажниками. То есть люди заходят на вебинар, на вебинаре кое-как там, что-то как-то покупают, а потом дальше, ну, заявки есть, а дальше... Ну, много заявок сейчас сливаем. То есть в прошлом месяце в два раза мы больше точно могли сделать, если бы мы, там, не сливали заявки. Сколько у вас сейчас человек команды? Пять. Пять? Ну, ты, я, Даша, Даню и Затроня, Андрей. Ну, в прошлом месяце мы, в принципе, делали все там вдвоем, потом трафик подключили, ну, эксперт, соответственно. Ну, вот, основной такой костяк это, ну, мы два продюсера, эксперт. Ну, эксперт у нас не сильно задействован, то есть, ну, как бы, курс уже снят, и все есть, он раз в неделю сейчас фактически там ведет вебинар. Плюс мы взяли девочку Instagram, которая сейчас развивает, взяли эксперта, который выстраивает отдел продаж. Ну, вот сейчас два продажника заходят и трафикмен. Когда ты вела школу барабанщиков, какая была команда? То есть, с какой командой ты запускалась? Ну, вообще, сначала вдвоем с экспертом. То есть, ты делала все сама, по сути? А, нет, ну, у меня был, да, трафик в ВКонтакте, сендер, тетечка делала, настраивала. Ну, и то я писала все сама рассылки, она чисто вот, ну, сами аудитория. Насколько тебе сложно было вот разобраться там в технарстве? Ну, мне не очень сложно, я как бы, я склонна к этому. Я говорю, я там всю жизнь там в финансах, в Excel, в программировании, поэтому... В финансах, Excel, программировании это совсем другое, чем... Ну, это система, для меня это такая же система. Ну, это там, если А, то Б и так далее. Ну, обычно там у людей возникают сложности даже домен купить. Нет, здесь как-то у меня не было проблем, но у меня, скорее всего, проблема была... То есть, сейчас у меня в проекте барабанщиков есть ассистент, девочка, и для меня была проблема научиться делегировать вот все эти мелочи. Вот это, ну, реальная для меня проблема была. Обзвоны вот первый месяц, ну, и сейчас иногда я страхую, я делаю. Ну, я даже по барабанщиков, вот когда у меня был большой месяц, я просто написала скрипт, там, такой, и, там, поздалась, там, сразу как-то на 150 тысяч, там, какой-то месяц. Мне тяжело, но в итоге я звоню, делаю, и нормально. Легче получается у тех, у кого бизнес уже был какой-то оффлайновый, они переходят в онлайн, у них, ну, очень легко, там, рост происходит. То, что, ну, онлайн-бизнес, он попроще, чем, там, ресторан вести или, там, магазин делать. Но всегда круто, когда, получается, у людей, у которых, там, и руководящего опыта, там, особо большого не было, да, там, и бизнеса, поэтому ты молодец, очень прикольно. Ну, не сразу, опять же, я, там, ну, это, наверное, год примерно все-таки прошел, пока у меня, главное, мышление и сознание менялось. А потом, когда уже сознание и мышление поменяются, тогда уже легче. Ну, прежде всего, на то, что это предпринимательство, да, то, что я сразу спрашиваю. Да, да, безусловно. Да, то есть предпринимательство все-таки это такая среда, где, там, неизвестность, там, да, какие-то, там, тревога возникает. Ну, да, это когда постоянно надо делать попытки. Ну, да. Вот это, наверное, самое сложное. Как тебе помогало сообщество «Акселератора» в достижении результата? Очень помогало, вплоть до того, что, там, контакты тех же людей, которые, там, трафиком занимаются. Мне помог, вот, Константин Желиков, которого школа «Сила мысли». Я ему помогала, чтобы по финансам сделать. Он в ответ мне такой небольшой коучинг давал, он рассказывал, как они там развивались. Когда из первых уст его послушала история, я поняла, что, ну, там ничего сверхъестественного нет. То есть, ну, люди просто собрались и сделали. Ну, плюс все время какие-то темы, там, вначале, особенно, когда я барабанщиков запускали, у меня такое было еще первые такие эмоции, когда первые продажи. Я, там, писала, там, группу какие-то посты, говорила, вот, я сделала вот такие продажи, что, там, что думаете, там, что надо дальше делать и так далее. И, там, у меня все время было, там, куча-куча комментариев, советов и так далее. Как у вас сейчас выстроена система, вот, в школе онлайн по парикмахерам? Это автовеб или это, там, вебинары раз в неделю? Автовеб. Автовеб каждый день, да? Да, да, сейчас это идет. Два раза в день. Да, два раза. В 11 и вот вечером. Кроме, как окупаемость трафика? Вот в прошлом месяце было 50%. То есть мы 120 тысяч, там, потратили на трафик, 240 типа заработали. В этом месяце, ну, примерно 30%. Я так понимаю, что мы дальше будем снижаться вообще, ну, походу, чтобы это было где-то около 20%. Ну, Роме обычно считается, как бы, ну, поделить на маркетинг, то есть доход поделить на маркетинговые затраты. Получается, было 2 к 1, стало 3 к 1, и сейчас у вас 5 к 1 близко, да? Ну, пока еще не 5, ну, вот сейчас как раз 1, ну, 3 к 1 заключается, и вот 5 к 1, это вот, ну, наверное, в следующем году будет. Соблюдается классическая конверсия, то есть там, типа, 100 человек зарегистрировалось, из них там 40 зашло на вебинар, и там 4-5 типа оставили заявки, там, 2 из них купила. Вот, но хочется больше. Какие цели у вас сейчас, ну, пофинансово? 2 миллиона. Ну, то есть 200 продаж, да, выручки. В каком числу? В конце января. Нет, ну, миллион, конечно, хотим выйти через 2-3 месяца, а 2 миллиона, там, через полгода. Готовитесь ли вы к распродаже новогодней? Ну, просто, чтобы вы понимали, Новый год, обычная новогодняя распродажа в образовательных проектах, практически во всех, что мы делали, это 2x-3x к обороту среднегодовому. Ну, это просто распродажа в плане, там, e-mail рассылка у нас распродажа? Ну, это не просто распродажа, да, это определенная структура, когда надо много курсов сделать, сделать большую скидку и такой, там, оффер, там, на 2 дня под Новый год, ну, где-то, там, в середине декабря желательно, но это определенная просто структура. Но, во всяком случае, она плоды переносит очень сильные, и есть возможность заработать в декабре и улететь, там, в январе, например, на Бали. Одна из больших ценностей Акселя, на мой взгляд, это как раз-таки сообщество, и на Новый год собирается, вот, на неделе предпринимательства очень много людей, у которых, там, 10 миллионов оборотов, больше, и есть возможность с ними затасоваться, получить от них, там, какую-то обратную связь, войти с ними в мастер-майнд, это, как бы, такое, ну, это огромная ценность. Мы еще пока не можем реализовать то, что еще знания, которые, вот, они, есть, да, у нас еще вот в этих знаниях есть куда расти. Все равно это очень сильно заряжает просто, когда ты видишь, что такой же человек, как ты, ничем не отличается, и он делает, там, 20 лямов, ты делаешь 300 тысяч. Это и дает вот тот мотор энергии, и результат начинает случаться. Ну... Не за счет hard work, да, а просто то, что ты внутри чувствуешь, что ты достоин этой цифры. То есть так это какие-то небожители, которые, там, что-то делают, и у них, там, получилось, а тут ты понимаешь, что, как бы, ну, жизнь, несправедливость какая-то существует, почему у тебя сейчас нет, там, 10 миллионов, например, оборотов в месяц. И они начинают происходить. И они получаются примерно, ну, в большинстве случаев, когда ты именно окружение создаешь из, вот, людей с результатом. Очень важно участвовать в сообществе и объединяться в мастер-майндер с людьми, которые круче. Чисто вам как рекомендация. Что вы порекомендуете ребятам, которые только начинают, которые тоже строят онлайн-школу или хотят строить онлайн-школу, дайте им какое-то напутствие? Желаю не сдаваться, потому что, ну, не все получается прям за первый, может, месяц или два. И, ну, действительно, очень много людей, там, отваливаются, не доходят до результата, просто потому что они, как бы, вот, ну, просто рано, рано расстроились, рано сдались. Поэтому главное делать, развиваться, не сдаваться, учиться обязательно, получать какое-то, какие-то системные знания, вот. И, я думаю, результат обязательно придет. Ну, и очень важно окружение делать, это очень важно. В моем случае очень помогло. Когда я один все копал, как-то не очень получилось. А вот вдвоем сейчас мы, ну, прям, за месяц очень много все сделаем. Ладно, ребят, спасибо. Спасибо. Пишите в комментариях, как вам понравилось, какие у вас есть вопросы к ребятам, и что бы вы хотели еще увидеть в следующих выпусках, что интересно было бы разобрать. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok